всем привет с вами red commander мы продолжаем играть war on the east немцы к моему безумному удивлению не смогли пробить не за ни одну из моих на скорую руку собранных линии обороны но я думаю дал такое положение продлится не больше чем один ход и в этот ход нам по-любому придется отступать потому что немцы подвели не только танки я думаю пополнили их боезапас неплохо но также местами причем подвели сильные пехотные соединения так что нам придется возможно туго на некоторых направлениях плюс финны наконец-то активизировались тоже не все у них удается пока но у нас полоса обороны здесь довольно таки хрипкая каких-то серьезных успехов добиться будет очень сложно давайте посмотрим что у нас в логистике нам добавили две армии 7 стрелковых дивизии 2 кавалерийские дивизии и бригады моропехов две штучки черная смерть называемая вот она и они я думаю у меня будут час копать копать оборону вокруг ленинграда так на будущее разблокировано несколько юнитов у нас продолжают переименовывать мои авиационные подразделения и расформировать некоторых нквдшников пилоты по-прежнему тренируется и по прежнему не очень эффективно в основном разбиваются так вот у нас опять же прописано что там на кого меняется внутри подразделений но это такая для любителей подробной статистики я то все это дело уже изучил если вам интересно можете нажать паузу посмотреть что быть на что поменялось все подробно расписано так здесь нам особо интересно уже ничего не напишут поэтому переходим опять же в авиацию продолжаем потихоньку менять опытные части на на такие же ну в опытных частях у кого больше 55 опыта самолеты на более современные ну здесь мы видим и 153 у нас есть его смело можно на як заменить 22 готовых самолетиков хороший опыт у ребят 57 мораль правда 24 опять же не совсем понятно они ребята все опытные но 24 это очень мало и среди моей авиации они наверное можно сказать в топе снизу по морали никого не убили никого не повредили в общем-то сложно мне сказать но видимо налет тренировочный у них хороший был поэтому поэтому все нормально с опытом у них но вот сражаться они никак не хотят вас если мы посмотрим мораль частей да видим что порядка ну 40 50 в основном у некоторых даже 60 у бомбардировщиков эти бомберы троих уже кстати повредили и вот у меня есть штурмовая авиаполка который уже 12 вражеских самолетов уничтожил ну скорее все все на земле но тем не менее вот но 24 это совсем плохо хотя вот вижу что потом есть и 19 кстати мораль у них может быть плохая еще потому что на плохом самолет и летают так ну вот еще одно подразделение поменяем нами тоже подразделение балтийского краснознаменного флота но с морали у них все плохо но вот с опытом хорошо кстати если посмотреть собственно на боевые характеристики самолетов да можно опять же посмотреть ну просто сравнить характеристики да вот як-1 на который мы меняли меняем и 16 тут ну сравнивать можно долго вот вот в этих столбиках которые близки друг другу собственно характеристики самолетов тут есть несколько что называется главных характеристик это надежность и точнее прочность и маневренность у нас по обоим характеристикам як имеет преимущество даже по маневренности по отношению к и 16 это у нас удивительная вещь ну ладно кстати и 153 у нас по моему маневр сумасшедшие имеют а это бипланчики сейчас посмотрим не тридцатка ну все равно вот хорошая маневренность с прочностью сами видите фанерных самолетики далеко не улетят ну правда яки они тоже в общем-то фанерные не цельнометаллические но тем не менее уже покрепче их сбили скорость получше крейсерская скорость правда почему-то ниже ну ладно вот но опять же высота футах насколько я понимаю вот скорость тоже кстати в милях в час поэтому такая низкая так что не смотрите что цифра не очень высока вот и но вообще на самом деле среди всей техники ну на мой взгляд среди все техники наиболее важный компонент это надежность вот reliability вот она измеряется от 5 до 45 45 это самые самые ненадежные которые просто ломаются сами по себе поэтому вот эти ребята которые меня на и 153 на и 16 так далее они тренируются и опыт зарабатывают быстрее чем на як потому что у них надежность пятерочка самая высокая из возможных соответственно они меньше падают быстрее набирают опыта то что у них морали нет это просто как но это их собственный выбор просто им как немножко боязно воевать с кем не бывает вот если кстати посмотреть по бомбардировщикам так давайте по типу отсортируем у нас бомбардировщиками в общем все грустно у нас есть штурмовички да то есть это ил-2 сейчас и су-2 довольно таки неплохие а по бомбардировщикам у нас только сбэшки старые и новые сейчас делаются так вот наше производство да если мы посмотрим авиацию то есть бомбардировщиков у нас но вот видимо сбэшки они не производятся просто у нас большинство частей с ними до 16 подразделения ар-2 это вообще такая немножко развалюшка ил-4 это в общем-то по большому счету не бомбардировщик а транспортный самолет переделанный бомбардировщик так что с ним тоже не все так легко единственно нормальный двухмоторный бомбардировщик нас p2 хороший бомбардировщик экипаж три человека так нагрузка 2200 в общем что-то он нести может в 600 килограммовых бомб несет но это тоже в фунтах скорее всего надо загрузка поэтому понятно да поэтому 600 тонн бомб в полтора раза больше чем штурмовики су-2 ил-2 ил-2 даже по моему меньше чем 400 несет не 400 все-таки несет вот ил-4 конечно побольше несет тонну но он проигрывает с основным летным характеристикам так что вот единственное на что мы можем рассчитывать это вот пешки едва 27 штук у нас производится на всю страну в месяц то есть мы получаем 26 процентов от этого ну грубо говоря четверть да то есть это меньше меньше десяти фактически около там 8 наверно самолетиков даже меньше 7 самолетиков вот и вот у нас за три хода 20 штук построен то есть мы можем наконец-то какой-нибудь даже бомбардировочный авиаполк пересадить на пешечки опять же выстроим по экспе и будем смотреть первые через башки вот у нас избышка хорошая кстати 3 повредила вражу уничтожила вражеских самолета уже но опять же на земле сказать хорошая мораль 60 и вот таких ребят грех не наградить хорошим самолетом правильно опять же можно вот при наведении посмотреть характеристики видим что среди скорость увеличится на 60 то есть очень даже качественно климбрейт это набор высоты намного быстрее будет высоту набирать это опять же очень полезная характеристика высотность ну высотность для бомбардировщиков она так приблизительно не меняется загрузка поменьше конечно и радиус поменьше но зато появляется броня надежность бомбардировщика и маневренность то есть при той крепкость бомбардировщика нагрузка та же самая те же самые 600 килограмм бомб 4 пулеметчика мы видим успешки пешечки с тоже четыре пулеметика один и два из них крупнокалиберных так что он даже оборонительное вооружение у него получше так ну пока на этом все но с точки зрения авиации можно посмотреть посмотреть наших лидеров ну собственно характеристики лидеров основные это ну точнее так у каждого лидера есть набор характеристик до политическое влияние на самом деле это самое бесполезное с одной стороны характеристика но кроме у нее есть только один бонус если вы например в начале войны много проигрываете и у вас человек с низким политическим влиянием инициатива это в первую очередь возможность от инициатива и админка это возможность в первую очередь снабжать войска эффективно то есть это вот нужно укладываться грубо говоря десятигранный кубик да там хотела помнить если грант там как-то некоторая более сложная форма но смысл в том что это как бы чем выше эта характеристика тем лучше снабжаются наши войска в первую очередь собственно мех и инф это мех и умение управлять механизированными и пехотными соединениями вот ну и эйр это умение управлять собственно авиационными разделениями эта характеристика есть как правило только у авиационных лидеров соответственно у них мех и инфантре по одному как правило но не всегда вот видим что у нас тут жуков рыбалка толбухин лучший наши танковые командиры жуков фатутин пуркаев толбухий это у нас пехотные командиры ну понятно что в идеале нужно стремиться командиров везде максимально эффективных ставить но если мы посмотрим реальных наших руководителей да так у нас опять же можно взять использовать здесь хорошие фильтры есть вот наши два фронта у нас командует кузнецов 7 5 3 6 ну и 3 4 6 6 5 6 5 6 вот попов хороший командир ничего не могу сказать у него даже даже танками умеет нормально управлять кузнецову в идеале конечно поменять но у него проблема какая у меня семерка политического рейтинга да поэтому его просто так и не снять то есть у него стоимость снять его просто 18 стоит поэтому все это не так уж и просто вот это что касается руководителей фронтов у руководителя армии тоже желательно как минимум убрать будет нам совсем плохих товарищей да то есть так кто он здесь но вот 24 например мех инфантре ну совсем плохо да калинин 2 5 3 5 но от собейников уже куда не шло ну у них еще видите инициатива и админка очень низкие так что очень многих товарищей придется придется поменять ну точнее хочется поменять само собой на всех не хватит у меня просто ресурс зато у нас есть василевский командир 52 армии свежеприданный и вот василевскому мы можем сразу дать кому-то полезное задание так ставка 54 ком дивизия и у нас вторая армия 52 вот она ага она уже здесь недалеко от ленинграда и мы наверное ее зашлем вот сюда так вот здесь как раз части прицель непосредственно управляемый ставкой это нам не нужно хватаем 52 армию присылаем все так спускайся с паровозика и вот эти части мы назначаем ее совершенно забесплатно опять же потому что они принадлежат ставке так он по экономии времени можно нажать опять же кнопочку вот эту авто прибавление в принципе у нас ближе никаких армии нету они вроде как должны все в пятьдесят вторую входить и вот эту тоже я переназначу в пятьдесят вторую админа очко анонс потратился все таки на ту которая была уже назначена так у нас 21 в 24 очень хорошо собранное подразделение нету конечно ни одного приданного там корпуса скажем артиллерии и так далее поэтому давайте вот у нас есть в резерве здесь немножко артиллерийский корпус и гаубчный вот его мы накинем сюда правда в этот ход они конечно подойти не смогут но тем не менее так в фдвшники давайте тоже вторую армию будете ей помогать так на первой линии вас держать не буду давайте вот так теперь хорошо бы все это дело присоединилось северному фронту северный фронт где у меня вообще 29 армия северный фронт вот так 54,72 не все так просто целиком если сейчас вот мы например присоединим то будут проблемы у нас со снабжением всего фронта потому что мы превысим лимит ладно мы для начала присоединяем а потом будем подумать где можно сэкономить сколько у нас превышения получилось так северного командования северный фронт четыре надо несколько две дивизии передать в управление в другие части ага у нас кстати вот еще подразделение северного фронта здесь оказалось вот эта часть 52 армии уже принадлежит в общем то так что давай бегом сюда вообще без ресурсов без снабжения без ничего вообще пустая давай ты сюда а вот эту дивизию я думаю мы вот сюда в болотце вместе с охранным подразделением зашлем и придадим скажем 27 армии правильно 20 так и нам еще одну бригадку или одну дивизию а вот тут охранная часть еще есть можно смело тоже переназначить а просто ближайший 21-12 у меня корпуса отлично будет и квдшники у нас крутые так ну тут у меня армия корпуса вообще смешные честно говоря у меня есть армия одиннадцатая в которой всего два подразделения это нужно конечно как-то перерабатывать этот момент так 23 армии ты думаешь где у нас 23 стоит здесь на севере стоишь ты типа финнов хочешь сдерживать ходи дальше поедешь с немцами воевать давай сюда слезешь с паровозик не слезет 15 очков нужно передвижение для того чтобы слезть не хватает так ну в 52 армии у нас еще есть место поэтому мы назначаем его сюда ну здесь у меня на самом деле довольно таки шаткие позиции думаю сейчас могут настигнуть очень тяжелые времена времена для моих частей поэтому я бы вот эту вот всю часть попробовал как-то перебазировать потому что если посмотреть как сконцентрирован враг видно что у него вот здесь вот основные стоят мощные части для прорыва он сейчас здесь ударит здесь не будет особо трогать на всякий случай полетаем разведчиками посмотрим где у врага еще сконцентрированы войска ну немножко в разнобой все это делаю были более хорошие механизированные соединения я бы мог вот здесь например попробовать в разрез нанести удар чтобы хотя бы на короткое время окружить опять же части или поставить их в сложное положение но с моими подразделениями это меньше сделать сложно вот можно попробовать вот по этим ударить ребятам полк один вражеский немножко ввелся вперед но не хочу трогать пока линию обороны они и так они и так у меня не очень не очень сильны так 246 начинаю вот здесь копать здесь у меня еще есть подразделение 52 армия давай подвигайся слезай проводить тоже не может не смог смог и давай куда-нибудь вот сюда будешь немножко укреплять вторую линию обороны делаем надеюсь что 52 сейчас вся не побежит собственно для этого я и назначил генерала сюда получше чтобы может быть она устоит хотя мы по большому счету все равно затыкаем ну у него нет средств поддержки он эти части плохо снабжаем и особо помочь им ничем не может поэтому сейчас можно попробовать что сделать просто понакидать сюда побольше амуниции чтобы ребята могли быть ну чтобы были нормально снабжены получше чтобы они может подольше продержались все кто-нибудь еще может мне вообще пустое подразделение да я трачу бомбардировщики на это но это абсолютно не смертельно главное чтобы ребята имели хоть какое-то снабжение если меня здесь потому что прорвут это не так страшно а вот здесь они могут легко не только во первых они окружат огромную группировку во вторых смогут сразу выйти в тыл даже вот этой группировки собственно к Ленинграду это я позволить никак не могу так ладно вот эти ребята бегут со всей скоростью сюда переподчиняются 23 армии так стоп почему 23 тут же стоит у меня 31 армия 23 у меня стоит хрен знает ну вот опять же используйте эту кнопку так 23 здесь управляет чем-нибудь дауна корпус здесь 10 19 корпус отсюда ее снимать не хочется а это ребята да это мой косяк все равно выдвигаем ребят сюда назначаем в 31 у меня еще чуть-чуть админ очков солью их на это дело 31 ну вот у меня компьютер подгодил чуть-чуть мне так что у нас еще с тылами здесь у меня есть во-первых кавалеристы во-вторых 34 армия все эти кавалеристы принадлежат и поэтому сейчас наверное так сколько у меня помню кстати еще много ресурсов паровозика есть поэтому схвачу я все это дело давайте посмотрим стратегически куда пойдет враг здесь здесь немцев есть хороший ресурс для наступления они явно копили силы видим здесь моторизованные части есть танковые части вопрос куда они пойдут если они пойдут на Псков они в общем-то здесь конечно прорвут но они весь этот ход потратят здесь они могут пойти на север спич с пехотой вот эти подразделения танками ворваться и далеко-далеко убежать здесь встречать их почти неким вот поэтому честно говоря тут сложно так однозначно сказать какое направление лучше держать Псковская у меня тоже плохо очень прикрыто значит не готовые части совершенно давайте попробуем что-то здесь с этими ребятами сделать так танковая часть что стоит просто так пехоту немножко отведем танчики сюда введем просто у танков есть побольше противотанковых средств в первой линии у меня только одна пехотная дивизия усиленная ПВДшники хорошо я их наверное все-таки отведу хочу вот здесь в первой линии иметь какое-то более мощное подразделение мех корпус конечно хорошо давайте тогда этот мех корпус сюда и бросим здесь здесь надо вот тут у меня есть хорошо снабженная часть есть так стрелковая дивизия НКВД кстати разбитая можно попробовать их объединить не знаю получится или нет нет не получилось говорить что много хочу ладно обоих ставим сюда чтобы хоть как-то укрепить направление чуть-чуть отвожу я подразделение штабов чтобы они совсем первой линии не находились и вот сюда в эту вот прослоечку сейчас попробуем закинуть новую часть потом я просто сужу фронт и появится соответственно место где они могут уже на линию фронта выйти так а сейчас у них задача просто немножко подстраховать подстраховать ну понятно что это такая вот не особо эффективная даже не знаю это не оборонительная линия конечно такая вот завеса да но сейчас у нас вариантов особо нет поэтому пока вот так пока вот такой завесой работаем так саму армию сниму с паровозиков кавалеристов кстати тоже хватит ресурса кавалеристы ребята сильные и в 41 году они могут творить очень много приятных вещей так что вы не смотрите что кавалерия проблема в том что они все вообще не снабжены то есть мы видим что у них даже боеприпасов у них вот топливо есть практически нету снабжения нету амуниции то есть их боеспособность практически равна ну будем надеяться что ставка пришлет нам какое-нибудь снабжение в следующий ход так сколько у нас осталось 57 72 это у нас 15 еще подразделений смело можем сюда включить так что мы 34 армию включаем в северо-западный фронт и у нас все здесь становится приятного желтого цвета почти все дальней бомбардировочной авиакоманды не осталось неправильного цвета но мы его кстати отведем отсюда нечего не делать и саму ставку зря я сюда привел давайте вторжок дуй нечего тоже не делать так у нас осталась бесхозная дивизия сажаем на паровозик вот сюда и здесь она будет продолжать заниматься так она войдет 31 армию и будут копать здесь окоп на будущее очень может пригодиться какие у меня могут сейчас возникнуть проблемы во-первых помимо вот этого вот это осилие сступление северное я подстраховался чуть-чуть вот здесь у меня еще есть пусковское направление где я надеюсь все-таки они меня за один ход не пробьют если что я смогу переформировать свои немножко войска плюс есть вот здесь еще два интересных момента во-первых это великолухское направление где они тоже стянули хорошие пехотные силы и даже чуть-чуть танков мотопехоты вот здесь они в этот ход очень легко могут пробиться просто потому что они уже стянули сюда хорошие силы да у нас не готовые танки есть 52 корпус 24 армия 24 армия ты кому принадлежишь никому ставки 12 не хватает нам фронтов чтобы я бы вот здесь создал дополнительный фронт не помню когда нам дадут фронтовое управление дополнительно так что пускай они пока ставки принадлежат теперь смотрим что у нас с финами а с финами в общем-то все не очень хорошо почему во-первых здесь они сейчас начнут просачиваться мы конечно попробуем обратно их закрыть чтобы ну не так легко им это было сделать да чтобы они вот эту часть им нужно было сбивать но все равно у меня здесь ребята где-то держатся где-то уже сдаются бросать фронт я не буду но положение конечно тяжелое так что у нас кстати с паровозиками 20 тысяч мы спокойно можем вот эту 237 пехотную дивизию возможно лучшую по силе мою пехотную дивизию бросить на самое угрожающее управление направление сложно сказать какой из них самое угрожающее да давайте ее сейчас сюда забросим повозик вот она хорошо стабжена и так авиадесантный корпус совсем мне здесь не нужен он 10 стрелковый давайте придадим ему так 10 стрелковый корпус так два последних 1 очка на это у нас ушло все корпус у нас очень крутой смысл какой что вот здесь сейчас если немцы пройдут чтобы было какое-то фланкирование чтобы я их как-то хоть смог сдержать потому что 98 они конечно собьют и когда они упрутся дальше то есть 37 и у них появятся хотя бы какие-то сложности чем больше врага сложности тем нам легче дальше здесь смотрим здесь все грустно давайте одну часть выдвинем подальше сюда они пока не лезут пока немножко защищены поэтому можно сильно не париться с этим так тут у нас ставка стоит ох тут у нас танковая дивизия это пока мы ждем что ее разморозит она уже на переформирование в бригаду какой-нибудь пойдет так что боюсь мы ее нормально использовать так и не сможем так управление фронта здесь здесь у нас 132 истребителя кстати принадлежащие опять же балтийскому флотскому командованию давайте направим их вот сюда чтобы напоследок опять же сейчас по штабам попробуем нанести удар самолеты должны работать так пехотная бригада давай сюда еще одна пехотная бригада давай сюда они у меня сейчас начнут просто опять же присоединю их 31 армии и это будет у меня копательные команды конечно ВДВшники точнее это не ВДВшники морпехи это ребята сильные но само все подразделения бригада очень слабо у него нету нормальной артиллерии поэтому сейчас я их буду использовать во первых чтобы они не теряли свою боеспособность хотя одна бригада очень даже сильная вот служимы неплохо вот самое главное что они могут это копать сейчас самом деле хочется конечно снабдить их саперами да вот тут 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 а дниночков у меня нет да ничего у меня не получится с этим ладно вернемся к нашей авиации сначала посмотрим с точки зрения аэродромов что-то враг не хочет авиацию подтягивать я по крайней не вижу где у них сейчас части боевые стоят авиационные поэтому попробуем просто побомбить побомбить с какой целью во-первых по штабам тогда мы сможем немножко врагу ну помимо того что снабжение нарушим еще артиллерию вывести строя частично летать будем крупными группами так ну вот совсем не хотят они прикрывать свои штабы воспользуемся этим делом ну вот какие-то потери у врага есть конечно у нас потери тоже существенные в летном составе так здесь мне предлагают лететь без сопровождения истребителей раз без сопровождения тогда прийти максимальной кучей чтобы иметь возможность сконцентрировать оборонительные действия если понадобится от истребителей но вот враг не хочет защищать свои части подразделениями истребительными не знаю из-за чего так и можно попробовать по танкам по бомбиться это конечно по боевым частям бомбиться абсолютно невыгодно честно делаю это исключительно с той точки зрения чтобы нарушить врагу снабжение ну кстати вот кого-то мы даже повредили плюс у меня довольно-таки большое количество штурмовиков они все-таки имеют шанс уничтожить там какой-нибудь танчик налет у меня у подразделений конечно слабый вот так все никто уже не хочет летать налетались так что с дальнобойной куда-нибудь дотянетесь выберем всех ну вот тут у меня дальние бомбировщики опять же пока нету врага авиационного прикрытия совершенно не понимаю почему возможно наши налеты в предыдущий год как-то повлияли на искусственный интеллект что он решил перестраховаться ну пока он авиацию свою не подтягивает так у нас кстати вот тут ребята еще есть от финнов обороняются на территории можно сказать Финляндии да вроде никого не забыл никого не обделил своим вниманием ну что ж давайте посмотрим что предпримут немцы а чувствую сейчас будет тяжелое время атак мы никаких не наносили просто немцы подошли основной силой и сконцентрировали пехотные подразделения с ними прорывать их фронт у нас сейчас никаких силовых возможностей нет почти все танковые возможности которые у нас были я использовал осталась одна танковая дивизия которую мы в бой еще не вводили ее как только разморозят попробуем где-нибудь нанести адекватный удар но не сейчас сейчас нам такой возможности не дают так финны пошли в атаку и да начинают сбивать мои подразделения но здесь опять же пограничники и НКВДшники это не так смертельно так и уничтожили вот как раз гарнизон Ханка жалко конечно ребят много артиллерии ну что поделать опять же раньше смотрел многие эвакуируют этот гарнизон там много артиллерии очень полезно но я считаю это совершенно неправильный подход мы стараемся мы сражаемся до последнего держимся до конца так конечно так но финский фронт у нас сейчас весь уйдет нам видите даже сильно укрепленные позиции даже мощные дивизии у нас вот эта 43-я пехотная очень хорошая дивизия при поддержке авиации при поддержке артиллерии все равно отступает правда финны несут потери но но удержать фронт здесь мы не можем коннектор и дивизии намного слабее даже есть так и вот удар немцев пока южнее Пскова южнее Пскова и до реки Великой пока они вот на подступах и действуют здесь могут кстати прорваться сейчас к моей авиации что вот нехорошо но пробились пробиваются они пока с трудом относительно ну вот дальше сбивают мою часть сейчас попробую туда танки ввести так разбили да вот у нас была танковая дивизия которую мы туда на усиление послали но вот пехотная часть в общем-то держится она отступила отступила организованно и у нее даже снабжение на то чтобы принять еще один бой вполне хватит а враг кстати несет ну не сумасшедшие но потери не все так просто для него так вот тут в междуречье у нас пока держится 98 отлично кстати очень хорошая поддержка вон с авиацией идет я смотрю так что пока все неплохо так витебское направление тут ребята стоят ну тут у нас подготовленные позиции тут врагу надо подтягивать силы покрупнее честно говоря вот этими ребятами он не возьмет так со второй попытки на великолукском они сдвинули нас подразделение но вот тут у нас как раз подвижный резерв есть еще не очень подвижный но резерв это наше лучшее подразделение которое здесь будет если что прикрывать фланг так продолжает бить моих выдачных так и вот ох ты продержались молодцы финны даже потеряли больше народу чем мы даже у них танчики нашлись у финнов вот это интересно финский танковый батальон здесь используется первую атаку мы выдержали вторую атаку выдержали ох ребята молодцы третью атаку третью астаку выдержали нормально третья атака правда не по ним по-моему была так ну здесь мы перехватываем какие-то передвижения вражеские так это бои на подступах к Таллину у нас пошли да и наши отступают здесь но пока организованы на Псков враг пока не бьет не знаю это долго ли продлиться так ну вот начал это глубокие передвижения в Румынии не знаю почему нам это показывают все переход хода слушайте ну пока все отлично мы сдерживаем на Псковском направлении несмотря на стягивание крупных подразделений враг наступления не пошел попробовал южнее но там ему приходится прогрызаться сейчас быстренько глянем к чему привело вот это вот грызня вражеская еще южнее на Великолугском направлении враг пробил с третьей попытки обороны первой части но вышел на наше лучшее подразделение пехотное и успокоился так и вот смотрим у немцев за этот ход ну понятно в танках там потери смешные чисто военные да но тем не менее потихоньку потихоньку уничтожаем 13 пехотных орудий 75-ти метровых противотанковые пушки потихоньку долбим в обороне хоть как-то хоть что-то но делаем у финнов 9 танчиков 26-х трофейных видимо от советско-финской войны мы забрали у финнов потери довольно-таки серьезные кстати ну у нас как всегда потери довольно-таки крупные но опять же если сравнивать с началом войны все не так уж и плохо общие потери у нас в этот ход в 4 раза больше чем у немцев но это уже не в 6 как в прошлый раз да то есть мы постепенно выравниваемся а если смотреть по убитым кстати у нас убитых меньше чем у них то есть у нас вот потери 7800 это вот захваченные в плен то есть у нас несколько подразделений в первую очередь пограничники в плен попали да а вот по боевым потерям именно по убитым у немцев уже даже превышение над нашим так еще можно по авиации посмотреть собственно во время немецкого хода они потеряли довольно ну ерунду это на финском фронте что-то там потеряли ну Фиддлешторх это разведчик вот мы потеряли довольно таки много самолетиков но мы довольно таки активно ведем боббардировочные действия немцы как-то опять же авиацию свою держат в тылу вот кстати какие-то начинают подходить части так ну что ж посмотрим да вот здесь у них основной нажим сейчас будет на великолугском направлении и сюда надо будет бросать подкрепление бросать подкрепление плюс можно попробовать они все разбились на полки на полки можно будет пару полков попробовать сдвинуть пошевелить вот здесь у них в общем-то есть место где пройти вперед этот брешь надо закрывать надо какое-то резервное великолугское направление держать чтобы если они здесь все-таки пробьют чтобы они на оперативный простор не смогли выйти вот тут у нас новые подразделения я думаю смогут нам в этом помочь и у нас разблокировалась наша первая танковая дивизия и кому интересно высказывайте свое мнение где мы сможем эффективно ее использовать так чтобы нанести удар потому что я опять же хочу танками атаковать и вот здесь у нас кстати враг отошел сдвинулся южнее возможно мы сможем предпринять какое-то контрнаступление да оголил тут тылы не знаю компьютер пока ведет себя довольно-таки глупенько вот здесь и вот это вот танковые части можно попробовать окружить не знаю есть ли здесь какое-то прикрытие надо будет разведчикам полетать в общем-то с таким вот интересным развитием событий мы столкнулись в новой четвертой серии посмотрим что будет дальше если вам интересно обязательно комментируйте на чем сконцентрируется внимание если вам не интересно тоже пишите что давайте что-нибудь другое поиграем это все на ваше усмотрение это был Red Commander пишите письма всем пока